Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Дорогие друзья, я думаю, что это очень символично и очень интересно, что сегодня Салбон своим фильмом открывает год кино в Забайкальском крае. Свет, камера, мотор. Указом президента 2016 год в нашей стране объявлен годом российского кино. Открытие этого года в Забайкальском крае состоялось 10 февраля в Читинском кинотеатре Удакан, где прошла творческая встреча с режиссером фильма «321-я сибирская» Салбоном Лыгденовым. С приветственным словом к жителям и гостям города обратились вице-премьер краевого правительства Геннадий Чупин, руководитель администрации Читы Владимир Забелин и заместитель министра культуры Забайкальского края Татьяна Цемпилова. Общаясь с забайкальцами, Салбон Лыгденов поделился своим видением настоящего и будущего российского, и в частности регионального кино, которое, по его мнению, должно избавиться от романтизации криминальных сторон общественной жизни и вернуться к нравственному и патриотическому началам. Рассказал он и о снимающемся в настоящее время фильме «321-я сибирская», съемки которого, в том числе, пройдут и в Забайкальском крае. По его словам, картина увидит свет осенью 2017 года, к 75-летию начала Сталинградской битвы, а до тех пор у всех желающих есть возможность принять участие в реализации этого проекта. Кастинг актеров планируется проводить до весны текущего года. О российском кино и планах его популяризации среди читинцев рассказал руководитель администрации города Владимир Забелин. Наши те кинотеатры, которые на сегодняшний день являются невостребованными, это «Спутник», «Мир», да, то есть мы их все равно будем подключать к просмотру. На сегодняшний день там как бы и слабое оборудование старое, да, на которое нельзя там допустим цифру прокрутить, да, посмотреть. Мы постараемся в этом году решить все эти проблемы, и, допустим, те же самые жители того же КСК, того же Черновских, правильно, или того же острова, они ничуть не хуже тех жителей, которые живут в центре города у нас. Те же самые дети, да, должны смотреть и фильмы, и патриотические фильмы у нас. Считаю, что это должна сегодняшняя конъюнктура, как бы диктует это, чтобы эти фильмы просматривались, чтобы эти фильмы были массово просмотрены, чтобы была организация массового просмотра, те же самые школы, те же самые училища, высшие учебные заведения. Нужно все-таки поднимать массовое просмотр, да, и мы готовы к этому. Я считаю, что в городе мы, наверное, создадим одну компанию, которая будет объединять все наши муниципальные кинотеатры, которая будет просто вот в этом году, начнет она работу, в ближайшее время. И все-таки год кино, мне кажется, даст огромный толчок развитию этого направления. Творческая встреча с создателями 321-й Сибирской и открытие года кино в Забайкальском крае завершилась показом фильма «Булак», ставшего дебютной картиной Солбона Лагденова в качестве режиссера. В течение же оставшегося года Забайкальцев ждет не одно мероприятие, посвященное российскому и мировому кинематографу. Конкурсы, лекции, выставки и, конечно же, кинопоказы. Потому что кино – это искусство, а искусство – это, конечно же, культура. Дмитрий Поляков, Илья Татууров. Специально для Заб.Инфо.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова